Уважаемый Александр Григорьевич, пользуясь возможностью, позвольте поблагодарить вас за мужественную позицию по отстаиванию национальных интересов белорусского народа, его право жить в своей суверенной стране и под своим государственным флагом. К сожалению, современные геополитические реалии показывают нам, что в отношении Белоруссии нарастает террор, как вы сегодня сказали, многоплановые санкции, и мы не можем не видеть вот этих проявлений, в том числе и в инцидентах, которые были с нашим государственным флагом. Это не что иное, на мой взгляд, как попытка взять исторический реванш, когда вместо государственного флага вывешивается флаг фашистских коллаборантов. Нас действительно хотят поставить на колени. На ваш взгляд, уважаемый Александр Григорьевич, как довести, донести до каждого белоруса вот эту информацию о том, что уважение и защита государственной символики, государственного флага, это защита суверенитета и независимости нашей страны, право белорусского народа жить по своим белорусским суверенным законам. Спасибо. Вы знаете, ну, несколько даже риторический вопрос, вы, в частности, на него, во второй части вопроса и ответили. Вот так вот, знаете, пронзительно, как вы это сделали сейчас, задавая вопрос, надо людям и говорить. Если объективно, вот искусственно время мы не ускорим. Сознание государственную символику не впихнем искусственно. Но вот такие ситуации, они всегда выдавливают из нас патриотизм и уважение к нашим символам. Если бы эти мерзкие министры иностранных дел Латвии и этот мэр Риги, мерзавцы, немножко поумнее были, они бы подумали, кому это выгодно. Я не думаю, что им это выгодно. Ну, просто мерзавцы, все люди поймут, мерзавцы. Там есть некая кучка, наверное, может быть, не кучка, две, три, может, их 30-25%, не знаю, которые будут им аплодировать. Выборы же там говорят скоро. Но они, если бы были умные, поняли бы, что большинство это не поймет и не поддержит. Подавляющее большинство. Так в Латвии и произошло.